МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все это в итогах. В ближайшие полчаса специальный гость нашего эфира экономист, аналитик, старший научный сотрудник Института Брукенца в Вашингтоне Сергей Алексашенко при участии экс-заместителя помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Мэтью Брайзе. Итак, в середине недели Палестина заявила о желании получить постоянное членство в ООН. Заявление было сделано по следам призыва 57 членов ООН признать государство Палестину и Восточный Иерусалим в качестве его оккупированной столицы. Сначала всем этим заявлением положило решение американского президента Дональда Трампа начать перенос посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. На фоне обмена этими жесткими политическими заявлениями массовые столкновения арабов с полицией Израиля в секторе ГАЗа и новые предупреждения на повышенных тонах от лица Турции, председательствующий сейчас в Организации Исламского Сотрудничества. С ее высокой трибуны президент Эрдоган назвал бессмысленным и ничтожным решение США по переносу посольства и охарактеризовал Израиль как страну террора. Все это в контексте и без того напряженных американо-турецких отношений. Об этой напряженности не понаслышке знает экс-зампомощника госсекретаря США по Европе и Евразии Мэтью Брайза, живущий и консультирующий сегодня в Турции. Накануне этого эфира я спросила его, как решение Дональда Трампа будет влиять на региональную динамику на Ближнем Востоке. Это не только так называемый мусульманский мир, который соединяется против Трампа сейчас. Тоже это целая Европа и почти каждая страна. Но как президент Эрдоган, что он сказал точно, что когда он, как вы сказали, он назвал Израиль государством террористов, это трудно. Это может быть нехорошо влияет на обстановку здесь в Вашингтоне, где уже мнение о господине Эрдогане не самое, можно сказать, теплое. Но с другой стороны, я думаю, что Турция может повлиять хорошо на обстановку, если президент Эрдоган использует или будет использовать эту встречу и тот факт, что Турция возглавляет эту организацию сейчас, он может использовать тот факт для того, чтобы служить как мост, может быть, между Европой и так называемыми мусульманскими странами. Это трудно для США вначале, но в конце концов, я думаю, что Турция, играя такую роль, может помочь США вернуться там в игру. Даже несмотря на то решение, которое было принято президентом Трампа. Из-за этого решения США должен вернуться в игру, и Турция может помочь. И, честно говоря, я сомневаюсь в том, что вообще у президента Трампа есть план, что касается мирного процесса на Ближнем Востоке. Ну вот, как говорят, как написала западная пресса, если у президента Трампа нет плана, то, возможно, он есть у президента Путина. Поскольку был большой ближневосточный визит Путина в регион, и там есть несколько компонентов, о которых я хотела бы поговорить. Если говорить о большом визите в целом президента Путина, называют победой его на Ближнем Востоке и говорят, что он опередил там сильно президента Трампа. Вы согласны с этим? Да, я согласен, потому что пока нет политики здесь в Вашингтоне, что касается Сирии. Может быть, что будет, слухи идут сейчас, что будет новый план. Хорошо, дай бог, что будет. Но до тех пор, это было до Путина, во время президента Обамы тоже США вообще решила не играть лидирующую роль там на Ближнем Востоке. И вакуум был, и президент Путин вошел и играл эту роль. И сейчас Россия имеет больше влияние на Ближнем Востоке, как в истории, может быть, России. То, по-моему, можно сказать, что это политическая победа президента Путина. Но сейчас только начинается очень трудная фаза. Это восстановление Сирии, это реконструкция Сирии. И, честно говоря, государства Сирии не существует. Это будет что-то новое. Не будет та Сирия, которая была. Это будет новое государство или несколько государств. И в истории России я не знаю пример, когда Россия стабилизировала вот такой регион или страну. И сейчас эта страна не существует. Я не знаю, какая роль будет играть Россия там на Ближнем Востоке. Но пока да, победила, по-моему, что против США. Это был экс-заместитель помощника, госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Мэтью Брайза в нашем эфире. Стоит отметить, что вариации на тему Сирии в ближневосточном визите российского президента на этой неделе стали, как говорят, самой искусно исполненной партией Владимира Путина. В понедельник он неожиданно прибыл на российскую базу Хмимим в Сирии, где был ожидаем президентом страны Башаром Асадом и министром обороны России Сергеем Шойгу. На базе Путин заявил о принятом решении сократить число военных в Сирии и дал распоряжение Шойгу приступить к выводу российской группировки. Он заявил, что большинство задач, которые ставили перед собой российские вооруженные силы, удалось выполнить. Военные эксперты при этом разошлись в оценках того, какие именно задачи в Сирии решила Россия. А в Пентагоне после заявления Путина напомнили, что российское руководство и раньше провозглашало намерение выводить войска из Сирии, но реальных действий за этим не последовало. О военных нюансах вывода будем говорить в наших ближайших эфирах, а сегодня о выводах политических побеседуем с нашим постоянным гостем, аналитиком Сергеем Алексашенко. Сергей, я рада, как всегда, приветствовать вас в этой студии. И давайте про Сирию. Третий раз российское руководство заявило о намерении выйти из Сирии. На этот раз получится, учитывая то, что выборы в России грядут, на них нужно сконцентрироваться, по идее. Добрый день. Ну, а какая разница, получится, не получится. Самое же главное объявить. Это победа. Путин приехал и провозгласил. Победа. Мы победили. Ура. И сказал, давайте половину войск выведем. Ну, половину выведем. Через какое-то время, если понадобится, введем обратно. Но мне кажется, что все-таки Путин не покривил душой, когда сказал, что он считает, что Россия выполнила поставленные перед ней задачи. Задач было две. Сохранить Башараса до власти и все-таки как-то разобраться с исламскими террористами, с исламским государством. Ну, вот похоже, что и та, и другая задача решены. То есть Башараса прочно сидит в своем кресле. И той территории, которая находится под его контролем, он прочно управляет. И он в любом случае, как бы ни состоялись там мирные переговоры, как бы ни определилась судьба Сирии в будущем, он точно будет сидеть за столом и принимать в этом участие. И вроде бы как ИГИЛ с территории Сирии, ну, если не совсем, ну, там, 90%, 95% вытеснили. Поэтому, в общем, те цели, которые Владимир Путин перед собой ставил, я думаю, что он достиг. Вопрос, что дальше? Ведь Ближний Восток, это не стометровка, да, это не партия в шашке. Это какой-то такой бесконечный процесс. И дальше будет все вот смотреть. Мы увидим, на самом деле, я думаю, что в течение 2018 года, мы уже увидим, есть ли у России какая-то дальнейшая стратегия, или на этом все закончилось. Ну, вот, кстати, о высказывании нашего предыдущего спикера. На данном этапе говорят, Путину удалось переиграть Трампа и вообще США на Ближнем Востоке. Вам близка такая позиция? Я считаю, что это абсолютно справедливая позиция. Потому что, скажем, администрация Обама ставила прямо противоположную задачу отстранить Башараса от власти, да, и там провести демократическую революцию, или как ее там назвать, вот сместить его. Но, собственно говоря, это не удалось. Про нынешнюю администрацию, про администрацию Трампа, мне кажется, у него вообще никакой задачи по Сирии не стоит. Вот так вот, глобально, да. Поэтому, конечно, Путин точно совершенно обыграл Америку, Россия обыграла Америку. И, ну, вот я согласен с Матю Брайза, да, который сказал, что Путин прочно сел за стол переговоров, укрепил позиции России на Ближнем Востоке, ну, сделав такими, когда они никогда не были настолько прочными. А это можно назвать вот эту сирийскую кампанию маленькой победоносной войной, по факту? Нет. Нет, в России она все-таки не воспринимается как маленькая победоносная война, потому что, несмотря на то, что Россия воюет там уже два с половиной года в Сирии, никто так и не смог объяснить, за что она воюет, в чем состоят успехи. Потому что бесконечные сводки Минобороны, что мы нанесли очередные 250 ударов, разгромили 1200 точек террористов, ну, уже все спутались, потому что там количество точек террористов, по-моему, превышает количество населения в Сирии. Ну, это вообще никого не волнует. То есть просто все на это смотрят, как, ну, вот классно у нас летают самолеты, классно у нас летают ракеты. А в чем состоит? Ну, так, объяснить, победили, кого победили. Самое главное, непонятно, кого мы там победили, да? Поэтому вот Крым это была победа, да? А вот Сирия, ну, это так, просто демонстрация того, что мы велики и что мы в любой точке мира можем применить свое оружие. А предвыборный элемент в этом во всем для Путина есть? Как вы считаете? Объявление о победе, безусловно, есть. Ну, это и есть, да, вот единственное, то, для чего был сделан этот визит, чтобы показать, что абсолютно безопасно, все под контролем, все у меня в руках, я победитель. Это был тот месседж, который он послал российскому населению. Спасибо, Сергей. Еще одна новость недели. Стоит отметить, что в плотном графике российского президента на этой неделе, помимо марш-броска по Ближнему Востоку, нашлось время и для длинной ежегодной пресс-конференции на родной земле. Впервые после заявления о готовности выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах 2018 Путин говорил с журналистами и гражданами в режиме прямого эфира на протяжении более чем четырех часов. По частотности упоминания на первом месте среди международных тем пресс-конференции ожидаемы Соединенные Штаты. Среди внутренних на повестке дня разное. Среди тем предвыборных заявлений о готовности идти на выборы в качестве самовыдвиженца и критика оппозиции. Хотите ли вы, чтобы по площадям у нас бегали десятки Саакашвили? Наш сегодняшний гость Сергей Алексашенко посмотрел эту пресс-конференцию. Его присутствие мы незамедлим воспользоваться для анализа сказанного Владимиром Путиным. Сергей, идем по предложенной вами ранее в Твиттере схеме, потому что я слежу за вашими твиттерами. И вот вы там сказали, что есть три пункта, о которых вы хотели бы говорить. На какие вопросы Путин не ответил, где Путин сказал неправду и что было интересным лично для вас. Поехали. Ну, Юля, понимаете, раскладывать всю четырехчасовую пресс-конференцию очень тяжело. И боюсь, что я ее там сейчас даже не припомню. Очевидно, что всю пресс-конференцию можно разложить там 70% это просто разговор о ни о чем. Ну, просто можно вообще даже не читать. Остальное все раскладывается на эти три части. Самое смешное, что вот как-то так получилось, я не знаю, случайно, готовили, не готовили. Самый первый вопрос, который Путину задали, Владимир Владимирович, зачем вы идете на выборы? Вот для чего? И он не ответил на этот вопрос. Но это вот было настолько поразительно, да, то есть, ну, понятно, что первого человека, который задает вопрос, явно готовили, да, было все согласовано. И человек, и вопрос, и где сидит, все было согласовано. И Путин умудрился не ответить на этот вопрос. Вот, ну, вот дальше можно не продолжать, да, то есть разговор. Он начал говорить, что Россия должна быть великой, ну, Россия должна быть счастливой, ну, все понятно. Вот, никто же с этим не спорит. Зачем ты идешь? Вот, зачем тебе еще шесть лет? Он не смог ответить на этот вопрос. Это вот, на самом деле, самое яркое впечатление, то, что у меня осталось. Вот, ну, опять обсуждать постоянно там, что Путин соврал, ну, мне кажется, исказил, да, как это, альтернативные факты привел, ну, тоже вещь уже настолько привычная, что даже как-то несерьезно. Ну, там, говорит, вот Россия стала там крупнейшим экспортером зерна в мире, что явно неправда, там Украина занимает первое место, причем с большим отрывом от России, да. Или там, что вот в России, в Америке обвиняют российского посла, никто его ни в чем не обвиняет, да, вот, ну, чтобы там не говорили про Россию, там Путин обвиняет в том, что он разрешил эти хакерские атаки, а посла Кисляка Сергея Кисляка ни в чем не обвиняет. Обвиняют тех, кто с ним встречался, да, вот как-то не выиграл, а проиграл. Вот, ну, и то же самое там, вот, ну, про Навального, да, что у человека нет программы, когда он ее там накануне опубликовал, да, или там, что вот, куда, куда, нет, нет, поразительно там про Сечина. Сечин не пришел в суд, но он не нарушил закон. В уголовном профессиональном кодексе прямо написано, что свидетель обязан явиться в суд по вызову. Ну, то есть вот, там количество вот этих вот вещей, ну, ну, хорошо, ну, вы что, опять, я, наверное, к этой пресс-конференции такое отношение, мы там ничего нового не услышали. Вот, ничего, ну, принципиально нового, ну, и, может быть, за исключением такого момента, чтобы там Путин более-менее откровенно сказал, почему он не пустит Навального на выборы. Ну, вот, тема Навального у нас все возникает и возникает. Ну, потому что реально, реально, вот, собственно говоря, там, это и есть политическая борьба сегодня, да, это вот Путин, сидящий в Кремле, который все контролирует, и Алексей Навальный, который пытается, ну, вот у Путина почему-то в голове, что Навальный революционер, он, как Саакашвили, сейчас будет делать революцию Рос, пойдет штурмом на Кремль, в то время как Алексей вот всеми силами пытается участвовать в легальной политической деятельности. Ведет предвыборную кампанию, создает региональные штабы, проводит митинги, публикует программы, хочет согласиться с кандидатом на выборы. Вот, он ни разу не произнес слова, там, вот, типа, пошли штурмом брать Кремль. То есть, вообще, ничего близкого. Но у Путина, у него какое-то, вот, свое видение мира, я не знаю, вот, это его проблема, что он так искажает все, что видит, ли ему эти справки на стол кладут. На самом деле, когда я говорю, что, вот, там, он, там, дает альтернативные факты, ну, готов поспорить, что ему их просто кладут на стол. Ну, точно совершенно Путин не знает, там, сколько зерна, там, экспортировала Украина, да, и там, ну, он не залезал в интернет и не смотрел, там, рейтинг стран-экспортеров зерна в мире, да, кто на первом месте, на втором. Ну, и мы положили такую справочку, что мы, вот, ну, то есть, его, его так вот пичкают альтернативными фактами, что он точно совершенно потерял ощущение действительности, что где происходит и как мир устроен. Ну, при этом, предлагая свое видение того, что происходит с Навальным, он сказал, что на выборах, безусловно, должна быть конкуренция, ну, опять же говоря, о Навальном. Ну, и в духе конкуренции... Не-не-не, он не про Навального, он, стоп, конкуренция Дзюганов, Жириновский, Явлинский, вот это конкуренция. Это вот это имеется для конкуренции. То есть, Навальный в данном случае не фигурировал в картине мира? Нет, 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 Навальный фигурировал как человек, которого вы назвали, вот, и что мы его на выборы не допустим, потому что он для нас опасен. Ну, вот эта коллизия с Навальным, при том, что, вероятно, его на выборы не допустят, он опубликовал за два дня до пресс-конференции Путина, он опубликовал свою предвыборную программу, и в ее составлении, насколько я понимаю, вы тоже принимали участие, правильно? Я принимал, по-моему, такое дело, да. Ну вот, среди экономических пунктов программы двойное увеличение расходов на здравоохранение и образование, минимальная зарплата в 25 тысяч рублей, снижение потечной ставки, а также налогов на малый бизнес. Эту программу уже похвалили, но были такие вот замечания, что, возможно, минимальная зарплата, ее размер, это популистская мера, вот в порядке самокритики. Скажите, эта программа, она вообще насколько реализуема? Юль, вот эта программа кандидатов в президенты, это не план действий правительства, да, это не пошаговая программа, вот мы сейчас, это не текст закона, это не текст постановления, это человек идет на выборы, и говорит, я в течение своего президентского срока хочу глобально сдвинуться по этим направлениям. У меня есть мечта, что называется. I have a dream, да, у меня есть цели, у меня есть цели победить коррупцию, у меня есть цели перераспределить бюджет от полицейско-силового государства и коррупционного населения через здравоохранение, зарплата, образование, пенсии, у меня есть цель построить честный суд, который будет вот обеспечивать стабильность Российской Федерации, у меня есть цель отдать больше, забрать власть у центра, отдать власть на места, регионы и муниципалитеты. Вот, грубо говоря, самые крупные цели, и эти цели он пытается на уровне, вот человек, который там, не знаю, за три месяца проехал 27, проехал 27 митингов, ему ждут примерно одни и те же люди, их всех интересует одно и то же. Ну, им бессмысленно рассказывать, вот как поэтапно будем двигаться в гипотеке в 2%, что мы сначала это, потом это, у нас инфляция низкая, а потом реальная процентная ставка от субсидий, люди сойдут с ума, слушай, это на митинге. Это программа кандидата в президент, да, его главные цели. Поэтому я ничего не реализую в качестве цели, вот 4 крупные цели, я считаю, что они все реализуемы. Предел какого срока? Да, в течение первого президентского срока, ну, президентского срока, да, 6 лет. 6 лет, и он обещает в течение первого срока своего изменить срок президента, полномочий президента, до 4 лет. Ну, вот Навальный при этом на выборы, видимо, не попадет. Получается, что эта программа, это такой задел, определенный на обозримое и необозримое будущее? Ну, во-первых, еще никто ничего не знает, пойдет, не попадет. Путин вчера этих слов не произнес. Не произнес, это правда. И он не произнес того, что там, он уголовник, ему нельзя, не было таких слов. Я думаю, что это вопрос до конца, знаете, вот Путин не спешит принимать решение, если его не приезжали, не зажали в угол, он сказал, все, через 5 минут уже будет пост. Вот он объявляет свое решение. Я считаю, что вот, как сказать, призывы к Навальному, а ты расскажи, что ты будешь делать, они звучат постоянно. Я их там получаю тоже постоянно. Хватит нас учить, хватит нас критиковать, расскажи, что надо делать. Вот Навальный рассказал, вот я собираюсь, если я, если я стану президентом, я буду делать это. И, знаете, я читал там и критику, ну, критику интереснее читать, да, потому что, ну, когда хвалят, там, приятно, конечно, но это тебя не заставляет, там, напрягаться, да. Вся критика, она сводится к деталям. А вы не прописали план, а вы, как вы это будете делать, а вы вот это там не досчитали. Четыре цели, которые поставил Навальный в своей программе, их никто не оспаривает. Их никто не оспаривает, да. Вот на уровне целей главных, окей, меня спрашивают, вот вы там прописали закон о люстрации. Отлично, да, прописали. А как вы будете сделать? Я, честно говоря, не знаю. Не знаю, потому что люстрация очень сложный, очень тонкий момент. Значит, нужно будет создавать какую-то достаточно широко представительскую группу и обсуждать. Вообще, будем, не будем, если будем, то кого, на каких основаниях, как будет работать механизм. Да, потому что есть вещи, ну, там, скажем, вот я, там, есть предложение, там, ликвидировать ФСБ в дынешнем виде. О, ну, это смелое предложение. Подождите, это смелое предложение, но его президент может реализовать самостоятельно. Да, он просто, там, упраздните подразделение ФСБ, занимающееся политическим сыском, защитить конституционных справ, ну, просто экономической безопасностью. Ну, он же вчера рассказал на своем диалоге с Бортниковым, да, с директором ФСБ, что там все подразделение занималось тем, что кошмарило бизнес. Мы их уволили, через полгода пришли новые люди и стали заниматься тем же самым. Вот такая служба безопасности, ну, представляете, вот ФБР, да, так бы этим занималась. Ну, я не знаю, что бы здесь творилось в Америке. Вот, поэтому вот ФСБ в нынешнем виде ликвидировать можно, там, решением президента достаточно быстро, потому что он, там, непосредственно руководит ФСБ, изменил структуру, да, и дальше пошло-поехало. А вот принять закон на иллюстрации, это нужен компромисс политический, это нужны те другие политические союзники. Да, есть вещи, которые можно сделать быстро и можно сделать решением президента, есть вещи сложные, которые связаны с законом. Есть срок, там, вот, там, срок полномочий президента, вообще конституционные изменения, изменения из-за конституции, да. То есть понятно, что вот там какие-то вещи, они займут больше времени, какие-то вещи займут меньше времени. Но я считаю, что вся программа реализуема. Но интенции были продекларированы достаточно четко. На мой взгляд, вот четыре главные задачи, они были абсолютно четко артикулированы, и я не встречал ни одного человека, который бы сказал, что, знаете, а мне это не нравится. А я против того, чтобы отдавать деньги и полномочия на места. Давайте мы еще больше заберем в Москву, давайте мы официально затменим название Российской Федерации, потому что, значит, будет не Федерация, а унитарное государство. Такого я не слышал. Так же, как я не слышал того, что не надо бороться с коррупцией. Так же, как я не слышал того, что давайте оставим коррумпированные суды, как Путин говорит. Идите в суд нынешний. Никому нынешний суд не нравится, кроме Путина. Вот поэтому нет людей, которые говорят, что это неправильные цели. А раз цели правильные, значит, программа хорошая. Сергей, ну вот если коротко, программа хорошая, цели правильные, как бы в таком универсальном понимании, да, добра и зла. Мы можем ожидать, что что-то из этого вдруг да появится в программе предвыборной платформе Владимира Путина? Он ведь тоже идет. Юль, я думаю, что если вы возьмете предвыборную программу Владимира Путина образца 2012 года, вот там 6 статей в газетах, вы там все это найдете. Там и про независимый суд, там про инвестиционный климат, там про то, что полномочия в регионах, на все рассказано. Но просто вы потом смотрите, что он делал, он делал прямо противоположное. Поэтому вот Путина, как человека, который приседал у власти уже 18 лет, по словам, по программам, ему дай боль, он вообще без программы пойдет. Ему программа не нужна. А будет программа, на ваш взгляд, вообще что-то прописанное? Будет какая-то бумажка, которая нам скажет, да, это моя программа, но когда он будет сидеть в Кремле, он на нее не будет обращать никакого внимания. Я готов предположить, что даже какие-то, возможно, отдельные мелкие положения Путин попытается реализовать. Он же на самом деле, там, ну он, не знаю, в широком смысле, администрация Путинская, Кремль, они очень четко пытаются перехватить лозунги, да. Ну вот они же там на рубеже 12-13-го годов очень четко перехватили лозунг борьбы с коррупцией. Перехватили они его, да, и какое-то время им даже удалось это его возглавить. Да, и там начались посадки губернаторов, там сажают мэров, замминистров, вице-губернаторов. Ну то есть вот в какой-то момент они сказали, нет, смотри, мы все делаем. Они изменили законодательство, приняли очень много хороших законов, потому что они работают избирательно. Да, вот там случайным образом губернатора Хорошавина и Гайзера взяли, а еще там, не знаю, 25 губернаторов их не тронули. Да, там начальников СИН взяли, а там, не знаю, руководители подразделения ФСБ, заместители руководителей директора ФСБ не берут. Ну то есть вот вроде как, но им удалось. Поэтому они, конечно, будут пытаться какие-то вещи перехватывать, но я абсолютно уверен, что при Путине не будет никакой судебной реформы, которую сделает суд независимым. Я абсолютно уверен, что Путин не даст свободы регионам. Я абсолютно уверен, что Путин не перераспределит бюджет от силовиков на здравоохранение и образование. Ну и что? И мы, как всегда, заканчиваем на ноте... Я уж даже не знаю, как подвести этот итог. На оптимистической ноте мы заканчиваем. На оптимистической ноте, прошу. Слушайте, я считаю, что появление программы Навального – это большой скачок, большой шаг вперед для политика Алексея Навального. Ну потому что он действительно потратил силы, он потратил время, он потратил нервы свои. И вы поучаствовали в этом? Ну и там, ладно, это не моя программа, Юрий, понимаете, я один из. Я не могу даже сказать, что я там решающую роль, на последней итерации я вообще не принимал никакого участия. То есть что включить, что не включить. Это там уже было... У меня там рядом стояло. Вот. Но мне кажется, что вот сегодня, да, там лозунг, вот то, что мы услышали на пресс-конференции Путина, у оппозиции нет программы, неправда. Вот он может... Он просто... Он даже не знает, да, что у оппозиции есть программа. Есть. И это хороший результат. Спасибо, Сергей. Спасибо вам за вашу работу. Время, как всегда, в компании с вами пролетело незаметно. Время у нас настоящее. Мы будем продолжать эти разговоры, безусловно, с вами. Надеемся на новые встречи. С вами была Юлия Савченко. Всего вам хорошего и до следующей недели.